последний день воркшопа сегодня питерские улицы что хочется поговорить да чуть-чуть как-то пока иду опаздываю кстати время 10 вчерашний день на ел на размышления на рабочий день имеется ввиду о важности понимания психодинамической концепции потому что рэп и себе те подход элис давайте так скажем и подход бека они очень хорошо ложатся в понимание того как работать на всяком случае у меня да я щас про себя буду говорить как работать с вот этим внутриличностным моментом мне кажется это очень важно потому что мы все размышляли давайте я тоже поразмышляю у нас есть минут 10 наверное можно пойти каким путем можно пойти классическим путем практикую допустим любое из направлений когнитивного подхода или элис или бека какой вам будет ближе они различаются и различаются достаточно сильно можно практиковать эти техники эти направления не вдавая суть внутриличностного конфликта не беря его за основу вообще что может случиться случиться может то если вы правильно будете работать и клиент будет двигаться в тех направлениях которых нужно он решит свой внутренний конфликт грубо говоря в кавычках или там определенный пласт вызывающий конфликт без осознание то есть он не осознает даже то чего он решил ему действительно станет легче он действительно перестанет испытывать те или не невротические неприятности пограничный товарищ точно также на протяжении долгого времени работая в репт или сибити также получит изменения и также станет гораздо менее травматичным для себя сегодня будет хорошо но он не поймет что поменялось он поймет что поменялись определенные понимания ситуации определенное мышление он научится думать по-новому так далее это действительно решит многие его жизненные вопросы разница лишь то что он не поймет что он решил и не поймет какие конкретно отношения и какие конкретно обстоятельства этому способствует паническим атакам агорафобии канцерофобии и так далее если практиковать то чем лично я занимаюсь ваш покорный слуга то получается следующее что сначала мы работаем с симптомом используя основные техники поведенческой и когнитивной терапии гештальт исключительно техники для чего для того чтобы работать симптом центрировано для того чтобы опять же снять тот самый уровень тревожности который порой блокирует работу когнитивного терапевта потому что в работе когнитивного терапевта во многом нужна логика логика и желание работать над собой определенными методами если человек очень сильная высокая тревожность здесь два варианта любым сначала работаете с ним то симптом центрировано и не переходите никаким другим видом работы либо он принимает вас фармакологию для снятия этого этой тревожности а затем приступаете к когнитивной терапии так вот сначала я работаю с симптомом облегчая так сказать жизнь человека но я не работаю психофармакотерапии поэтому я работаю в миксе таком из поведенческой бихверальной терапии когнитивной и отчасти наверное гештальт можно сюда тоже прописать каким-нибудь боком после того как симптом осознан изучен проработан клиентом он уже не боится он уже у него не так страшно от этого мы начинаем переходить к основной работе над изучением его личности для того чтобы понять как и когда при каких обстоятельствах было сформировано были сформированы обстоятельства которые привели его невротизации мы понимаем что то что случилось два три года назад или пять не является основой для возникновения неврозов потому что таких ситуаций может быть массы у каждых людей и они от этого невроза не болеют поэтому возникает следующий шаг что после того как мы изучили то что привело его к невротизации вот только потом мы должны понять как была заложена его личность благодаря чему именно он вот так болезненно отнесся к определенным жизненным обстоятельствам и пока мы этого не поймем мы никуда с вами дальше не двинемся когда мы поняли какие обстоятельства его жизни вызывает то или иное противоречие как это противоречие было сформулировано дальше мы начинаем уже работать с этим внутренним конфликтом используя те самые техники рэпт в частности используя техники различных направлений вот так совершенно откровенно выглядит мой подход еще раз первое симптом центрированная терапия второе построение анамнеза жизни болезни пациента начало точки входа и точки выхода анализ системы отношений поиск и анализ внутреннего конфликта основных противоречий работа над внутренним противоречием с помощью определенных техник психотерапии ну и последнее это генерализации достигнутых изменений с помощью последнего этапа во все сферы жизни для того чтобы он решил свое противоречие терапия не только в каком-то там одном-двум пластах или сферах жизни ну и чтобы он это решил во многих сферах чтобы больше подобного с ним не повторялось и тогда терапия будет закончена мы пришли к клинику Павлова ойея здрасте